эта страна где город может стать столицей в зависимости от того что скажут астрологи где новый год отмечают в апреле а на неделе не семь пятниц а буквально две среды страна где домашним животным является слон до 1989 года эта страна известная сегодня как мьянма называлась иначе бирма это название было дано иностранцами поэтому не прижилось современное же название страны означает быстрый и сильный а также перекликает со словом я что значит изумруд долгое время страна была закрытой для туристов и только несколько лет назад начала принимать у себя путешественников без специального разрешения на въезд столица страны город не пидо стал он таковым только в 2006 году изначально столицей был город янгон но позже было принято решение о переносе столицы согласно показаниям астролога в мьянме вообще очень серьезно относятся к астрологии и многие решения принимают согласно звездам астрологи здесь пользуются особым положением их почитают и с ними всегда советуются перед чем-то важным что же касается городов и столиц то здесь они менялись довольно часто так как считается что у каждого города есть свой срок годности счастья у каждой столицы рано или поздно наступает момент когда ее статус необходимо поменять большинство населения буддисты страну неофициально называют страной пагод на ее территории их возведено около двух с половиной тысяч одна из самых известных пагода шведогон находится в бывшей столице янгони высота этой пагоды почти 100 метров она была основана около двух с половиной тысяч лет назад на тот момент здание было высотой в 20 метров для ее сооружения использовали 8000 листов золота 5000 алмазов 2000 и других самоцветов внутри же строения находится бесценный артефакт 8 волос будды гаутамы пагода не единственные достопримечательности но вот статуи будды вас будут преследовать довольно часто в том числе в пещерах садан на горе звегабин там уже на входе туристов встречает большая статуя будды а в глубине пещеры небольшие золотые статуи встречаются почти на каждом шагу на выходе посетителей ждет еще одно зрелище природное чистое озеро с покрытыми зеленью скалами больше статуй чем в пещере садан только в пещерах пиндая там их более 8000 и с каждым годом их становится только больше пиндая является главной пещерой паломников гуляя по пещере можно также увидеть как алтари и так и природные красоты пещерные озера и сталактиты могут тут встретиться и залы для медитации но туда вход туристам запрещен что касается статуи будды то они в самом деле повсюду где-то это стоячий будто где-то сидячий или лежачий а есть даже будда в золотых очках отправляясь в мьянму в апреле не упустите возможность стать свидетелем того как местные отмечают новый год ежегодно в апреле жители страны устраивают водный фестиваль тинджан который говорит о том что начался сезон дождей в эти дни взрослые дети обливаются водой и обливают водой всех кто им встретиться на пути смывая себя и других таким образом былые неприятности которые останутся в старом году еще один фестиваль достойный внимания тазаундин который также известен как фестиваль огне или праздник света отмечается он в ноябре в это время принято зажигать и запускать в небо тысячи бумажных фонариков тазаундин символизирует окончание сезона дождей и завершения вас и трехмесячного ретрита буддийских монахов в это время принято дарить монахом новые облачения это было несколько ремарок относительно туристической сферы страны но бывшая бирма прекрасно тем что правило ее жизни сильно отличаются от тех которым мы привыкли и этим она и завораживает вот несколько моментов которым вы должны быть готовы если планируете однажды посетить данную страну в мьянме 8 дней недели так как среда разделяется на две части утро и вечер это никак не влияет на рабочие графики но можно заметить что некоторые календари выглядят забавно и необычно мьянма страна с самым большим количеством одомашненных слонов в мире которых местные жители используют для работы путешествуя по мьянме вы возможно не один раз встретите махаутов слоновьих всадников которые также занимаются и разведением и уходом слонов если во время прогулок по мьянме вы заметите красные пятна на зданиях или на земле не удивляйтесь и не пугайтесь это бетель перечное растение которое как верят местные восстанавливает энергию устраняет усталость бирманцы часто жуют его и их рты окрашиваются в красный цвет затем пережеванный бетель нередко выплевывается прямо на стены или землю отсюда эти странные пятна если с красными ртами все понятно то с белыми лицами могут быть вопросы танака это бело-желтый порошок который получают из ствола одноименного дерева протирая его внутреннюю часть а камень далее он смешивается с небольшим количеством воды а затем наносится на лицо по словам бирманцев танак обладает разными полезными свойствами очищает кожу омолаживает оказывает противовоспалительные антибактериальные действия защищает от солнца женщины используют танаку и в косметических целях на не наносят крем на лицо создавая полоски которые являются своеобразным украшением лица найти это чудное средство можно в любом магазине а в городе поган даже есть музей посвященный танаки можно также встретить некоторых пожилых женщин с белыми паутинками на лице это татуировки которые изначально мужья делали своим женам во время британской оккупации чтобы их не украли британцы постепенно эта традиция показалась бирманком в принципе интересно и она распространилась на всех в мьянме можно постоянно слышать как жители издают странные звуки чтобы привлечь внимание другого человека и издаются эти звуки даже в общественных местах в мьянме юбки носят не только женщин но и мужчины сарун традиционная мужская одежда даже школьная форма здесь как для девочек так и для мальчиков представляет собой длинные юбки зеленого цвета в сочетании с белыми блузками и рубашками сладкоежкам в бирме придется туго потому что вкусы бирманцев несколько иные махинга рыбный суп с лапшой это типичное блюдо на завтрак а если продолжать разговоры о еде то следует упомянуть что здесь одним из деликатесов является личинки насекомых попить чай с сахаром вам тоже вряд ли удастся зато чай вы сможете здесь поесть часть здесь используется вместе с бамбуком в качестве салата добавки к основному блюду рису часть здесь используют и в качестве приправы к сушеным креветкам несмотря на то что мы пока не так хорошо знаем данную страну и она может быть для нас слишком экзотической она является безопасной для туристов к которым местные жители прекрасно относятся всегда открыты к диалогу и готовы помочь друзья если вам понравилось данное видео жду заслуженный лайк делитесь в комментариях какую точку нашей планеты вы хотели бы отправиться пишите что вам интересно узнать факты события достопримечательности это помогает мне планировать поездки снимать ролики на самые интересные темы например недавно по вашим просьбам я выпустил ролик по мега постройкам дубая у меня также есть второй канал про международное образование где рассказываю возможностях учебы и переезда за границу в разные страны и также интересные истории о компаниях и известных людях которые меняют мир название этому каналу смапс education и я рекомендую подписаться на него школьникам студентам родителям если вам интересна тема учебы за границей на канале смапс я рассказываю то что вам не расскажет преподаватель в школе университете эта информация собиралась целой команда экспертов международного образования за годы работы в россии и за границей в россию и за границей